Новая страница в истории спорта. Оглянемся на успехи белорусов на первых европейских играх. Футбол. В 13-м туре чемпионата Беларуси команды региона добыли 1 очко на двоих. В спорт с малых лет областная федерация легкой атлетики провела Спортландию для воспитанников оздоровительного лагеря. В богатую историю европейского спорта вписана очередная страница по праву, претендующая на звание одной из ярчайших. Речь, безусловно, о первых европейских играх, состоявшихся в Баку. В беспрецедентном спортивном форуме приняли участие 6 тысяч спортсменов из 50 стран. Разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта. И хоть игры завершились неделю назад, все же хочется снова о них вспомнить. Тем более, что результаты белорусов приятно впечатлили. Отправляясь на игры в Баку, белорусская команда рассчитывала выступить успешно. Но такое количество наград все же стало неожиданностью. В копилке нашей национальной сборной 43 медали. Из них 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. Отличный результат. И, конечно, место на пьедестале досталось и представителям Гомельщины. В гребе на байдарках и каное дважды на высшую ступень поднималась Марина Литвинчук. Один раз вместе с Маргаритой Махневой. Дважды бронзовой медалью был награжден наш прославленный Роман Петрушенко. Одну медаль такого же достоинства завоевал Павел Медведев. И, наконец, серебро в стрельбе из лука Екатерины Тимофеевой, которая заняла второе место вместе со своими партнершами по команде. Из других дисциплин отметим самбо. Там наши борцы стали семикратными лауреатами, одержав победу в двух весовых категориях. Две награды высшей пробы и у велогонщиков. Гимнастки взяли шесть медалей разного достоинства, а борцы восемь раз поднимались на пьедестал. Впрочем, подобного от них ожидали. Надеялись на награды белорусские болельщики в боксе, прыжках на батуте, стрельбе и плавании. И тут атлеты в форме белорусской сборной не подвели. Стрелки завоевали в том числе и золотую медаль. В целом, наша сборная с 43 наградами заняла седьмое общекомандное место, что можно считать более чем достойным выступлением и хорошей заявкой в преддверии Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. В 13-м туре чемпионата Беларуси по футболу установлен антирекорд посещаемости матчей нынешнего первенства. В общей сложности встречи 13-го тура посетило чуть более 7800 болельщиков, что стало самым низким результатом с начала чемпионата. Что же касается итогов тура, стоит выделить волевую победу Брестского «Динамо» над одним из лидеров «Шахтером» 3-2. Белшина разгромила гранит 5-1. Минск также крупно победил Витебск 4-0. Торпеда была сильнее «Нафтана» 2-0. Баты одержал минимальную победу над Слуцком. Еще один минимальный результат зафиксирован в матче «Динамо-Минск» «Гомель». И с этого места подробнее. С первых минут матча хозяева ожидаемо захватили инициативу. Футболисты Гомеля ловили шанс в контратаках, но до перерыва зелено-белые лишь изредка тревожили защитников «Динамо». В середине первого тайма минчане протаранили оборону нашей команды, причем практически буквально. И сделал это лишь один человек – Ненат Адамович. На 26-й минуте он единолично оставил неудел пятерых защитников и вколотил мяч в ворота. Вот так в одиночку решил исход игры. Как ни старались гомельчане, исправить ситуацию у них снова не вышло. 1-0 в пользу «Динамо». Правда, в главком «Белоголубых» явно ожидал от своих подопечных большего. То, что хотели сделать, нам нужно было три очка. Просто в первый тайм мы достаточно хорошо играли. Просто такие моменты, какие были у нас, надо использовать. А за день до этого в Мозыре местная славя принимала Гродненский Неман. Никогда одного из лидеров белорусского футбола, а сегодня команду из нижней части турнирной таблицы. Дополнительную интригу матчу придавало то, что в нем в последний раз, во всяком случае в этом сезоне, играл за Мозырь Денис Лаптев. Дело в том, что главный галеодор нынешнего чемпионата заключил контракт с клубом из Ленинградской области «Тосно». Все ожидали от него красивой точки на домашнем поле. Но то ли груз ответственности помешал Лаптеву сделать это, то ли мыслями он был уже в районе Северной Пальмиры. Этот поединок стал не самым лучшим в карьере нападающего. И гол Денис провести так и не сумел. Впрочем, как и его товарищи по команде, которые также не смогли распечатать ворота соперников. Правда, и свою рамку футболисты славя оставили в неприкосновенности. Итоговый счет 0-0. Хочу сказать, что несмотря на нулевую ничью и такие погодные условия, мне игра понравилась. Первым таймом 25-30 минут мы играли лучше. Мозырь концовку провел более активно. И было очень много острых атак. И я хочу сказать, что, конечно, может быть, на победу ни одна команда не наиграла. Счет считаю справедливым, но сама игра по себе была интересная и насыщенная. И было очень много хороших атак. Как с одной стороны, так и с другой. Поэтому в целом, как бы, игрой доволен командой. Безусловно, на характере матча сказалась жара. Хоть регламентом в таком случае и предусмотрены питьевые паузы, игрокам это помогало едва ли. Силы с каждой минутой покидали футболистов и единицы. К концу игры были в состоянии быстро и долго бежать, не теряя координации. Если бы, конечно, наше мастерство было на каком-то уровне, или же мы уже там команда с удачей была в кармане, если бы это, то я думаю, что нам могло повезти сегодня и где-то мы могли вырвать эту вот очень-очень желанную победу. Но, коли этого нет, вот, и нам, чтобы забить гол 2-3 момента, этого очень мало, нам надо где-то моментов 7, тогда мы можем где-то родить этот гол, то я точно со своим другом и коллегом соглашусь, что сегодня счет справедлив. А игра, учитывая, да, вот, стоять жарковато было, это ни в коем случае не защиту футболиста, но игра, я думаю, конечно, она не была настолько быстрой, как хотелось бы, наверное, по этой же причине, но она была такая интересная, за которой можно наблюдать. Таким образом, результат по игре. Позади первый круг чемпионата. Славя к экватору первенства пришла на седьмой позиции, набрав 16 очков. У Гомеля дела еще скромнее – 14 баллов и 11-я строка. Продолжим футболом пляжным. В Мозыре состоялся благотворительный турнир памяти безвременно ушедшего капитана команды Славия Станислава Короткевича. Вырученные от мероприятия средства направили на лечение страдающего от тяжкого недуга двухлетнего Артема Барановского. В состязаниях приняли участие шесть команд. По итогам предварительной стадии третье место спаривали дружины НПЗ и ДСК. Со счетом 6-4 победу праздновали нефтяники. А в главном финале слеснулись команды М-Сити и Славия. Благотворительный турнир по пляжному футболу в Мозыре собрал под свои знамена ряд интересных команд. После окончания группового этапа и полуфинальной стадии определились финалисты. Команда М-Сити, а также Славия Мозырь, честь которой защищали тренеры этого клуба и знаменитые в прошлом игроки. Не сказать, чтобы мастерство представителей Славии, ведомое Андреем Васильцом, угасло. Однако дело сделали молодость и лучшая физическая подготовка футболистов М-Сити. Итог матча 9-2 в пользу подопечных Ивана Трофимова, кстати, организатора турнира. Это второй подобный турнир. В прошлом году тоже был турнир чемпионата Мозыря. В этом году мы решили сделать его благотворительным. Мы связались. Просто случайно я встретил директора благотворительного фонда Светлану Борисейко. И мы пришли к такой идее, что этот турнир можно было сделать благотворительным и помочь ребенку. Поэтому команды откликнулись очень хорошо. Шесть команд – это довольно-таки неплохо для пляжного футбола. Мы сделали свои взносы, и мы собрали деньги ребенку. Плюс была организована торговля. Сразу после финала домашнего турнира Мозыряне отправились в Молодечно на состязание уже чемпионата Белоруссии. Тяжелая дорога сыграла свою роль. Если первый матч на морально-волевых качествах мозырские игроки выиграли 7-4 у Кировска, то в трех других поединках против Гродно, Бате и Витгазэнерго уступили. Затем в третьем туре в Витебске футболисты М-Сити поправили свое турнирное положение, после чего занимают четвертую строку таблицы из восьми. В пятницу страна отмечала День независимости. Своеобразно прошел праздник в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Романтика» Гомельского района. Там сейчас оздоравливаются воспитанники спортивных школ. И областная федерация легкой атлетики организовала для ребят культурно-спортивное мероприятие, ключевым событием которого стала Спортландия. Впрочем, обо всем по порядку. Даже вдали от города в этот день ребята не остались без праздничных торжеств по случаю Дня независимости. Все как положено. Парад, флаг, гимн. Разумеется, не обошлось без концерта, подготовленного силами воспитанников лагеря, их художественных руководителей и культоработников. Но главное было впереди. Спортландия, организованная областной федерацией легкой атлетики. «Тут две цели мы, в принципе, преследуем. Да, это развлекательная составляющая. И вторая, чтобы в эту Спортландию ребята, те, которые вообще не занимаются никаким видом спорта, попросту посмотрели, что такое легкая атлетика. Может, с начала нового учебного года они попросту придут в Манеж и пополнят ряды наших учащихся». И вот, наконец, старт соревнований. Организаторы подготовили для детей наборы с более чем десяткой эстафет, разносторонне развивающих молодой организм. Ребята, в свою очередь, отнеслись к заданиям с энтузиазмом. Желание бороться и побеждать у этих подрастающих спортсменов столько, что позавидуют профессионалы. Тем более, что такая форма активности воспринимается не только как соревнование, но и как игра. «Во-первых, это мероприятие пропаганда легкой атлетики, возрождение ее былой славы за определенное время. Ну, немножко потускнело. Потускнела легкая атлетика в Гомельской области. Надо возрождать. Но только через вот такие игровые мероприятия, только через то, чтобы ребята почувствовали именно азарт в борьбе, азарт в соревнованиях, можно это вернуть и возродить. От Гомельской области и в национальной сборной команде достаточно ребят. Но вопрос такой, а кто стоит за их спинами? Кто придет завтра? Красота белорусского леса, чистый воздух, слаженная работа персонала по развитию и оздоровлению детей. Это реабилитационно-оздоровительный центр «Романтика». Учреждение работает круглый год, но именно лето – время спортсменов. Сейчас в лагере отдыхают представители восьми спортивных школ региона. Скоро их смена закончится и будет новый заезд. Но этим ребятам среди всего прочего, что было тут за 24 дня, наверняка особенно запомнится Спартландия. Такое мероприятие у них не только на завтра, у них, думаю, останется впечатление на всю жизнь. Потому что, во-первых, это спортсмены, это активные люди и это вот тот заряд бодрости, который они с ними получили. Я думаю, у них будет вспоминаться еще не один месяц. Вне всякого сомнения. Но вот все эстафеты завершены, определены победители и призеры. Как положено, церемония награждения. Самых активных и шустрых, помимо памятных грамот, поощрили сладкими призами. А лидировала в Спартландии команда с названием «Смайлики». Было весело очень. Ну, наверное, мы победили из-за того, что мы одно единое целое, но мы команда победили. Мы команда? Мы команда. Один за всех и все за одного. Один за всегда и все за одного. Сила в единстве. Если спортсмены понимают это с малых лет, значит, впереди много побед. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Сергей Нигиревич. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова